Добрый день, с вами Ольга Канунникова. Сегодня мы начнем с вами делать хризантему. Необычную хризантему, достаточно большую и с двухторонними лепестками. Лепестки у нас будут из разных тканей, разного цвета. Подобную хризантему я видела в Анапе и поэтому решила, что обязательно надо ее попытаться сделать. Итак, для изготовления такой хризантемы нам понадобится атлас. Решила, что полностью все цветы вместе со стебельками и листьями они будут из атласа. Итак, стебли и листья у нас делаются из атласа. Вот желтого, уже предварительно неокрашенного, который, видите, приобретает вот такой очень красивый золотистый цвет. Это у нас будут стебли и листья. А для лепестков я использую два цвета. То есть, вот такой молочный атлас уже наживотененный и еще наживотененный вот такой атлас, такого бортового, достаточно красивого цвета. То есть, эти два абсолютно разные по цвету ткани, они будут лежать друг на другую. То есть, одна страна листика будет у нас вот такого молочного цвета, а другая бортового. Теперь я сделала для этой хризантемы вот такие выкройки. Вот это у нас будут листики хризантемы, а сами лепестки будут выкраиваться по косой. Есть подобные выкройки хризантемы, но только с острыми концами. Но наша хризантема будет с лепестками, у которых округленные лепестки. Поэтому я вот здесь выкройку сделала вот именно под эту хризантему. Она будет состоять из четырех размеров видов лепестков, которые, в принципе, вот рекомендую делать по 15 штук. Я сейчас посмотрю, как получится. Может быть, сделаю по 10, может быть, по 15, как позволит моя ткань. То есть, теперь мы вырезаем все наши выкройки и сначала на белом молочном атласе мы по косой будем их рисовать. После того, как мы вырезали наши выкройки, мы их рисуем на ткани и потом вырезаем. Но вырезаем их не полностью, вот как они существуют в выкройке. Не прорезаем их, а вырезаем вот таким треугольником. То есть, вот маленькие, чуть побольше, побольше. И теперь вот осталось вырезать их, самые большие, на атласе. Теперь соймемся изготовлением двойных лепестков. Значит, берем наши лепестки, уже приготовленные, вырезанные, и будем наклеивать их на нашу вторую ткань. Вот такую тёмную бордонку, да? То есть, ткань приборительно переворачиваем, вот правая сторона здесь, переворачиваем на левую сторону и откладываем её пока в сторонку. Вот. Теперь работаем на стекле. На стекло помещаем немного клеем, размазываем его. Вот так, берем ткань и наклеиваем опять по косой. Вот так. Вот полностью заполняем всю поверхность. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Я уже это сделала. И у меня получилось вот так. Видите? Практически полностью весь лист, он у меня заполнен. То есть, здесь у нас правая сторона, а здесь у нас левая сторона. Теперь надо полностью все наши детали вырезать по линиям, так, чтобы карандаш оставался вне зоны, то есть наших лепестков. После того, как мы вырезали все детали, у нас получились вот такие стопочки наших лепестков. Начиная от маленького и кончая большого размера. Теперь мы наши лепестки должны обработать. Обрабатывать будем мы специальным горизонтемным ножом. Он представляет собой вот такой толстый нож с четырьмя ребрышками. И вообще-то это у меня инструмент два в одном. Это и фильера, и с одной стороны, вот сбоку, это как фильера используется, а вот с этой стороны это как хризонтемный нож. Вообще использую я ее очень редко, и тем не менее, я вам сейчас покажу, как это делается. Значит, вот я обработала наши четыре вида лепестков. Значит, первые три вида обрабатываются одинаково. Но здесь заключается в том, разница, что половина, допустим, если мы по 12 штук делаем каждого вида, вот три вида, то половина шесть штук мы обрабатываем с белой стороны, а шесть штук со стороны бордовой. Вот таким образом. Делается это так. Ну, допустим, будем обрабатывать стороны бордовой, так удобнее вам показать на белом. Итак, значит, обрабатывается с кончика, тихонечко, помаленечку, с таким достаточно хорошим нажимом мы ведем с конца к середине вот сюда. Немножко оттягиваем. И проводим не быстро, а медленно, потому что у нас лепестки, да, гораздо такие плотные. Представляете, то есть две атласные ткани склеены. Поэтому, естественно, надо их хорошо прогреть. Немножко оттягиваем. Каждый лепесточек, стараясь так, чтобы он немножко вот согнулся. Кончики, чтобы немножко загнулись. Нужно даже по нескольку раз. Вот. Вот таким образом. То есть вот это вот у меня вот третий третий размер. Вот таким образом мы первый, второй и третий размер лепестков вот так вот обрабатываем. Что касается последнего, самых последних лепестков, то они у меня обработаны немножко по-другому. Сейчас я вам покажу, каким образом мы их обрабатываем. обрабатываем мы их все с белой стороны, отступая от конца примерно где-то сантиметра полтора-два и обрабатываем их точно так же, доходя до конца. То есть не с самого края, а отступая немного. Так же. обрабатываю я на достаточно такой жесткой подушке. У меня полу жесткой нет. Ну, я считаю, что это больше жесткая, чем полу жесткая. Вот таким образом по левой стороне. Теперь переворачиваем на правую сторону. У нас, видите, немножко лепестки загнулись. загнулись вовнутрь. Теперь кончики мы загибаем немножко кверху. Буквально вот эти вот два сантиметра мы проходим вот так вот, чтобы они загнулись кверху. Я сейчас поменяю подушку на мягкую подушку. Вот что у меня получилось. То есть они мне немножко загнулись. Но я хочу, чтобы они у меня загнулись получше. Поэтому я беру мягкую подушку, кладу их на мягкую подушку и вот эти полностью кончики вот таким образом, то есть загибаю, помогаю подушкой вместе. Видите, вот загибаю. Сейчас еще раз смотрите мат. Раз. И немножко загибаю. Еще раз ставлю. И помогаю хвостиком подушки, чтобы они загнулись. Но это еще не все. То есть все-таки вот эти толстые листики обрабатываются достаточно сложно. Сейчас я выключу мой паяльник, положу его и продолжу. Теперь просто берем, подушечку убираем, берем и кончики еще немножко вручную. Вот так загибаем. Просто немножко подкручиваем их. слегка, чтобы чтобы вот эти вот белые кончики они были видны. так надо сделать со всеми лепестками. Почему? Потому что вот самые последние длинные вот эти вот лепестки, они будут висеть вот так. Не вот так будут не вверх помещаться цветка, а наоборот от цветка вот так вот висеть вниз. если нам надо, чтобы вот обратная сторона их плавит на именно вот так загнутые лепестки у настоящих таких вот двухсторонних хризантем. Итак, все детали у нас обработаны, готовы к сборке. Теперь приступаем к сборке. Только предварительно я еще немножко вручную подкрутила еще кончики каждого каждого лепестка. вот так вот примерно они должны получиться. Вот такие кудрявые. Теперь делаем серединку. Срединку делаем обычную ватную, потом ее квадратной полоской такой ткани вот так вот обкручиваем. Как делать это? Ну, я думаю, что это все уже давно знают. То есть, вот делается вот такая ватная серединка. И сверху обтягивается такой же ткани, как и наши лепестки. Теперь будем приклеивать наши лепестки, начиная с самых мелких, на нашу серединку. Делаем это с помощью клеевого пистолета. Для этого просто на нижнюю часть наносим, немножко клеем и обкручиваем наши лепестки вокруг проволоки. Должно получиться нечто подобное. вот так. Теперь все лепестки, вот эти мелкие, которые у нас завернуты на правую сторону бортовым цветом, мы обкручиваем, приклеиваем. стараемся делать это быстро, так а клей сохнет практически моментально. в общем-то подправлять лепесточки можно уже после окончания сборки. клея мажем совсем чуть-чуть. Клея поверхности вот так получается такие пушные клестики пушные клестики Вот примерно что у нас получилось. Теперь берем лепесточки, завернутые на белую сторону и продолжаем приклеивать их. Теперь берем опять лепестки с красными кончиками, другой размер уже и далее клеим. Теперь их надо клеить так, чтобы они уже были немножко ниже, чем вот эти беленькие. Намазываем немножко и вот так подставляем чуть пониже. Где-то вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Это зацепляю. И вот так. цветок необычные лепестки достаточно плотные но они надо сказать что гораздо такие вот мягкие хотя и плотные подклеиваем по основанию вот таким образом получается наш цветок осталась третья часть лепестков но мы их немножко чтобы здесь вот у кого короте мы укоротим буквально вот на миллиметра два три чтобы не увеличить сюда основание и другого цвета тоже немножко обрежем и точно также наклеивать будем вот такой громадный цветок у нас получается вот так вот он выглядит у нас очень такой пушистый прям целый скажем как шар здесь у нас собрано три вида лепестков остался 1 4 и мы сейчас будем тоже клеить мы будем клеить так чтобы он у нас лепестки чтобы они у нас опускались вниз вот так вот так сейчас еще раз посмотрю да итак вот мы закончили вот так наш цветок смотрится с левой стороны вот так он смотрится с правой стороны вот так он будет расправлен нижние лепестки немножко будут смотреть вниз вот такой шапкой он у нас будет стоять он такой громадный действительно такой очень громадный теперь нам надо этот цветок прилепить к нашим к нашему основанию берем наше основание и его немножко здесь вот раз правила и разрезала вот кончики оставшиеся и и теперь мы его основание нашего цветка смажем клеем и воткнем в срединку нашего стебелька так чтобы полностью здесь все проклеилось и хвостик хвостики все тоже приклеим вот так чтобы было аккуратно в принципе больше нам клея не понадобится я его выключу а тут надо подождать чтобы очень хорошо приклеилось почему в принципе вот эти вот липестки и потом мы их отогнем после того как вот здесь вот все высохнет хорошо мы их отогнем немножко чтобы их не видно было вот так сюда никакой больше подклейки в общем-то не надо хотя в принципе можно еще сделать небольшую зеленую подклейку но вообще наш цветок получился просто шикарнейший мне трудно показать здесь я сфотографировала его и покажу вам как он будет выглядеть действительно вот смотрите видите несмотря на то что у него листья достаточно плотные но они очень такие мягенькие получились и смотрится просто великолепно очень красивый достаточно такой тяжелый цветок у нас получился вот так вот делаются такие двойные хризантемы с двойными листочками такие кудрявые большие хризантемы спасибо за внимание с вами была Ольга Канонникова очень красивая и надежная дорогая подпишись в полюсерина все эти углубления во двое ваше в полюсерина и